Здесь важно по поводу налога на недвижимость, чтобы Путин пояснял и так далее, что это против тех, кто еще много. Но я думаю, что Путин, он же читает записки, которые дают ему, а не вникает, нет времени вникнуть во все суть, в принципе. Потому что налог на недвижимость, о котором мы говорили, который Сатин написал, он ударит не по богатым людям, а он как раз ударит по людям малого и среднего достатка. Потому что у людей богатых, которые миллиарды наворованы, у них всегда будут денежки заплатить, а вот у тех, у кого денег нет, вот это резко повышение от рыночной стоимости. И люди иногда пишут, вот типа уеду в Америку, в Америке, как раз с Америки скопировали, как раз в Америке есть налог на недвижимость, а от рыночной стоимости один и более процентов, кто не знает. Просто там немножко есть другой момент, там рыночная стоимость на момент покупки фиксируется. То есть человек купил сегодня, но очень много платит. А если он купил 30 лет, когда цена была сержантливая, он платит немного. У нас же придумали текущую рыночную стоимость. То есть каждый год будут меняться, и налога будет не плавающая, понимаете? Хотя там тоже в Америке каждый год власти местные переоценивают, там то 0,9 делает, то 1,1, то 1,2. Тоже не так сильно, потому что те, кто 30 лет назад купили дома, а у нас стоило 70 тысяч долларов, допустим, не 50 лет назад, стоило 70 тысяч долларов. И они платят с этой суммы. А этот же самый дом, допустим, сейчас в Франции стоит миллион и полтора. Вот посчитать разницу, да? Но тем не менее, это взято с Америки именно. Скопируется, наши пытаются все скопировать с Америки. Так что уехав отсюда в Америку, свободу не получим. Да, пожалуйста. А вот еще вопрос. А вот есть информация по поводу налога и недвижимости. Я не знаю, откуда мы сейчас взяли, но вот Мосгордума планирует сместить законопроект, по которому те, кто не могут заплатить налог, они будут передавать свою квартиру в собственность, значит, государству. В собственность Москвы и жить по договору социального наема. Ну, в Рамску вообще кто. Это новый шаг, которые они уже сделали. Конечно. Кстати, это, знаете, как анекдот старый? Как про Чебурак родил Гену. Знаете, когда, когда Кракодил Гена тащит чемоданы, Чебурак говорит, Гена, давай возьмем чемодан, ты возьмешь меня. Вот это такой же вариант. Спасибо.